здравствуйте друзья я привлекаю ответственного человека анну леонидовну подключая к вопросу который вчера отвечался значит как американцы болеют но смысле вот работают ли они больные или и вообще с детьми например как вот как вот медицина вот то что вы привыкли там вот и медицина в америке вот есть такое что детей там лекарствами пичкают или там я не знаю они какие-то недолеченные ходят в садике вот у вас давайте школьный аспект этого дела вот садик и школа мне кажется и садика школа примерно одинаково ходят дети недолеченными выходит недолеченные потому что система такая или родители такие или или почему родителям на работу надо и долго не держат дома и даже есть такие специальные правила там школе что чтобы температура не было и симптомов там 24 часа потому что родители не выдерживают времени долго сразу школа пока не прошло 24 часа без симптомов в школу не воде они все равно бывает бывает что отправляют назад даже ну хорошо но вот допустим с точки зрения того что ребенок пошел в садик ну и и чего и и потом что месяцами и за счетом инфекции за инфекцией или как вообще у вас вообще эти ходили в садик ну американские дети заболеют мне кажется все-таки немножко меньше потому что нет вот этого сезона когда у нас там срубала всех во время там осенью и весной стабильно бог я помню да там из классов 30 человек там ходит 5 бывали моменты и родители всегда думали вот сейчас пойду на работу ребенок начнет болеете с ним надо дома сидеть по пять раз и я дома сидела как минимум два раза в год делал помню понедельник пока болела когда пока школьницы было у вас детки уже в америке возник так вот а здесь как-то все таки потому что нет вот этих домисезонных каких-то проблем ну и зимы нормальный нет у нас здесь нет я не знаю как в северных штатах может быть там дети побольше болеют а вы всегда в южных жили не всегда во флориде в аризоне объехала весь юг юго-восток и теперь запад ладно ну что же так вот люди которые едут сша понятно откуда едут вот что они должны знать чтобы у них ребенок был в порядке например или может какие-то меры есть такие на самом деле ваш вопрос вчера читала то есть я его видела как мой мой мое видео видео нет вопрос человека видела и он там сказал что насколько по моему то ли у вас спрашивал то ли в целом они принимают становятся как американцы то есть прежде да или они продолжают также как в россии там относительно лечения я сразу сказал что люди разные кто как кто как вот вы стали как американка нет я сразу как-то приняла во мне все равно русские корни конечно говорят и вот эти вот там я не могу басового ребенка зимой повезти там после бассейна по дороге потому что они так дела я видела своими глазами как они уходят из бассейна в которой в крытом в северной каролине было крытое помещение с бассейном в бассейне вода с подогревом и вот они начнут с детьми там купаются час-два там сколько и потом заворачиваю детей в полотенце и босиком через дорогу в корпус свой в гостинице было идут прям и снег летит и асфальт мокрый вот это космочка насчет бани через дорогу раздевалки здесь она как бы и дети идут мне всегда было интересно мне вот интересно эти дети потом заболели или они нормально или что стало нормально если они все время так нормально ну хорошо я так не делаю а вы и деток выдерживать если простужаются или что-то с ними делать я стараюсь пока по мере возможности стараюсь их дома конечно а вот нет такого что его поведу провод если уже здесь потому вы здесь живете тут есть например советские врачи там опытные вы хотели бы пойти к советскому опытному врачу или пошли бы просто к американскому вот и стэнфорда женщина там 30 лет там два года назад закончила стэнфорд как кому пойдете к американскому правда конечно они знаете что вот я замечал вот там приводит нашу сашу значит и вот это вот и стэнфорда смотрит и она даже не руками не трогает и там рот не заглядывает ничего она это но вот вам лекарства там идите не послушав но нет здесь слушаю я не знаю кому вы водили там и стэнфорда подавайте врача моих всегда слушай но ребенка слушают или мама слушаю не маму и ребенка на смотря с чем ходить я вообще часто к врачу стараюсь не ходить какие-то прощуны а зачем обычно зачем вы в ссср ходили кто же чтобы больничные написали как-то с простудой чего туда идти если так все понятно осложнение не боитесь боимся но чем врач то помимо то же самое скажу что я это еще мне кажется хуже ты сидишь пока там в очереди ребенок с температурой ты его куда-то тащишь но зачем это кому-то надо ну хорошо теперь с точки прививок вот вы в разных штатах жили там с детками вот достают прививками или какой-то перебор может быть или нормально все вы конечно слышали что этот прививок проблему людей слышали и но этот найти такой вопрос очень сложный и вроде и страшно и не делать нельзя потому что ну как-то мы же должны защищаться и ребенка конечно жалко но они делают я слышал мне кстати нравится как в россии делают там ставят одну прививку за раз а здесь их обмене объединяются такие комбо там три-четыре в одной их в раз туда джих и страшновато конец много очень делать чуть ли штук не 30 разного прививок там самых разных они же не делают там только оспуха холеру там нет они они много чего делать ну там идет четыре основных ммс это вориселла чего там я таких и слов что не знаю да там чекен пакс потом вот это ммс это я уже забыла за что пока дети были маленькие еще помнила уже прошли этот период прививок поэтому я у меня уже забылись и название все но я помню что их было по 4 по 5 и вот поле она идет добавочной еще плюс к тому что 4 в ногу ставят еще и тебе в рот что-то дает да то есть нагрузка конечно большая но жить можно в целом кому как видимо я не знаю и так нормально риск есть в этом нормально но общество же в целом это все принимает это же не то что там ну-ка а как что-то скажешь не буду ставить болеть пойду ладно вы друзья ехали за чаем для офиса они у нас любят вкусные чаи вот если удастся мы сейчас вам чай тоже заснимем как бонус к этому видео правда че как много в этом слове для сердца русского слилось что-то сегодня у них пустовато я сказал такое ощущение что выпили весь чай или не распаковали то тут в коробках много так а мы что берем как не вижу да тут явно не распаковано много давайте english breakfast давайте english breakfast одну такую маленькую коробочку одну давайте вот еще такой english breakfast 50 пакетиков не знаю и здесь 50 коров видите как смотри большая коробочка маленькая можем и там железные знаки китом они железные коробки мы не хотим нет это рассыпной какой-то выберем в пакетиках правда так так мне кажется что это не пакетики это это какой-то цейлонский но не в пакетиках да друзья не повезло нам сегодня с чаем как-то мы пришли к шапочному разбору тут оказывается еще новый стоячок поставили и сюда часть чая ушла так вот мы вот такой еще взяли так ну что тут и как раз разносол такой маленький в общем следующий раз мы реабилитируемся но давайте так раз чаем не получилось я вам покажу вот молочные всякие ведь тут кефир и сыры творожки здесь друзья это копченый сырок такой вот коричневый так можно зайти иной раз и немножко полакомиться ну и конечно друзья если уже зашли в магазин так чужие селёдочка сами видите селёдочка есть чем это на сосветы ездили в скандинавский магазин даже я не знаю что нам селёдки не хватало вот такая такая пожалуйста и тут и в железный банк не знаю там что но это селёдкой не назовешь там просто рынка можно жить к мате с санта брема это белорусская селёдка да очень хорошая очень рекомендуем друзья всем рекомендуем а вот разные хлебушки так это хала может халу с икрой с селёдкой с маслом заодно это уже как назвать по-русски они штруделем называют такой штрудел здесь их изготавливают неподалеку так сырки глазированные и такой это холодильник такой подойдя вы хотели маслицу взять хотели к чаю надо же без масла то как чай пельмени разных сортов до вот так друзья масло может и не быть и вот друзья прямо из киева от президента порошенко нас киевские торты вот они ну тут не только но вот это особенно да друзья нашли вы масло нашли вологодская за три с полтиной друзья вот пока вы там живете где живете так ешьте вологодское масло чтобы не платить потом три с полтиной за восемь унций то есть три сорок там 250 грамм вологодское есть что еще есть это последнее разобрали может быть есть смысл так люди любят вологодское это президент что за президент из франции слушай мы хотим французского президента или хотим нашего вологодского кому нужно французского тут еще какие-то смотри израильская слушай да ну а до израильской маслицы а вот еще смотри water from откуда я не знаю такого слова до бюро де это прям как по-французски тут что-то такое пишет да прям как вы как банка сконсервная смотрите да по-французски написано я-то без очков на виду лишь да друзья накупили мы как вы видите тут чаю но масло то вот масло жмей вы сами пойти мы не к чаю масло что мы подумали если мы уже чай будем пить так это хлебушек надо тогда уже маслица и вот и корки взяли баночку вот поэтому будем чтобы чай не в пустую гонять а со смыслом чтобы было ностальгически мы друзья возвращаемся к медицинской теме тем более все что вы тут набрали много такого что для здоровья хорошо полезно да значит такой вопрос вот я говорил в последнем видео что такое такую фразу сказал что медицина это бизнес имея в виду что врачи борются за пациента то есть они стараются чтобы тот был доволен и так далее не только вот всякие лицензионные требования на что его пациент будет и мне там год вот как кощунственно что-то бизнес и так далее давай может быть пару слов о медицине и как бизнесе вот нет такого ощущения что иногда тебя поимеют на всю катушку просто из-за денег вот выпишут тебе тесты которые тебе не нужны или там скажем на прием какой-нибудь позовут хотя это не нужно совершенно но вот есть ощущение что какое-то злоупотребление происходит но в каждой системе наверное есть какие-то злоупотребления то что вы сейчас говорить она как-то все-таки аукается у меня в сознании воспоминаниями о том что такое да есть и от кого-то слышала особенно к зубным когда идут говорят что вот он хотел сверлить то что не надо было к другому врачу пошел тот говорит нет все нормально такое есть или там ранят анализы которые тебе не нужны или или не в том виде в котором они должны быть и чарджет тебя за чтобы взять не дни стебя денег а с иншуранс компании потому что это все очень дорого но в дентал в основном тебя и берут там в дентал тоже есть вот если он дома на маленькую сумму там в основном все расходы тот серьезный расход ты из кармана плач у нас дентал был такой случай у светланы что-то с десной там было давно мы там только приехали пару лет и она пошла к одному врачу к другому они говорят надо десну резать там вырезать но чем короче на такое дело и пошли мы к какому-то человеку я не понял иранец был то ли египтянин не могу сказать точно так как как-то оттуда вот с востока человек и она ведь вот год резать надо может как-то можно обойтись и он и вида говорит пойди в аптеку вот возьми вот эту там травку вот и так вот приложи сюда и пройдет но это тоже и прошло и прошло все а ей хотели того поскольку страховка в такой ситуации оплачивает там вырезание десны и всякие такие безобразия то есть удовольствием то сказать отрезали бы все что можно отрезать за деньги ну вот мой личный экспириенс у дядь фу пока что был только положительный он же опыт он же да ну я замечаю иногда да как-то я не сталкивалась вот с таким вот абьюзом а если где-то что-то проскальзывало например ты приходишь было один раз что мы пришли к доктору и вот он нам пытался в эту прививку от гриппа очень как-то он слишком активно на нас давил по поводу того что это очень сильно всем надо туда-сюда и мне не понравилось выход-то был простой мы поменяли доктора и все и вопрос был закрыт и и следующий доктор была абсолютно прекрасная женщина которая этичная без вот этого вот нажима какого-то когда я не люблю когда меня куда-то втягивают да так что да наверное это есть они же тоже понимают что это например проект прооперировал пациента и теперь insurance компания там ты знаешь родители были живы когда еще и там был такой момент чтобы маму хотели показать там но стал вопрос о том чтобы русскому врачу показать в принципе они ходили в стэнфордский госпиталь и там лечились у американцев но вот что-то мама вдруг захотела русского врача и пошли они к русскому врачу тут их но есть какое-то количество не вопрос и они к нему пошли и они там ну и полу пошла а потом она вышла не по богатому что сидит только давайте быстренько у вас часто он даже и мыслик не имел и он не напрашивался и и и так далее но если уже с вами приехали там раз это там понимаешь страховка есть а чё заходи да такие и то есть ничего не могу сказать есть но в основном это это же влияет на отношение врачей к тебе и как они с тобой разговаривают и они они очень трепетно на самом деле относятся и к своей работе и к пациентам потому что знают что это я не знаю так как то все смешано получается значит я расскажу случай тут есть такая система госпиталей называется кайзер мы как раз вот кайзер но в моем возложении ты может добавишь кайзер это такая советская поликлиника типа соля советская поликлиника то есть там врачи не являются предпринимателями которых у которых свой бизнес а там врачи являются сотрудниками наемными системы вот этой системы там очень удобно во многих отношениях ты пришел в это здание да там у тебя все анализы все специалисты все все тут вот тогда кстати да не такая дешевая страховками хорошая страховка да там очень много людей которые там скажут там мексиканцы они там 10 детей в семье страховка на семью в 10 человек и на семью до в четыре человека стоит тех же денег поэтому как бы это выбор такой естественный для тех у кого люди многодетные там семьи так далее и вот кайзер значит это была первая моя страховка в этой стране я поступил на работу 20 лет назад войти компанию и там был этот самый кайзер и мне говорят но раз вы тут стали на учет вы должны пройти и физику физико вот когда ты пошел сдал анализы и врач тебя посмотрел послушал там вопросы позадавал там и так далее вот это и это я к этому врачу такой мужик лет я не знаю 40 поджары такой американец мне тогда тоже было лет там 37 может 36 до ну и так меня слушает там это все и говорит а ты чем занимаешься ягу а у меня должность была по по штатному расписанию моя должность называла software инженер хотя я в принципе тестированием занимался но там было либо software инженер либо веке виспрезидентом других должностей него я был software инженер он так смотрит на меня и говорит а я думал для этого надо образование какой-нибудь иметь я я говорю вообще-то я говорю два университета закончил я про аспирантуру общего молчал но понимаешь какая история я не его букву в бизнес как бы да представьте себе что врач где-то там он врач вот он переехал из офиса в офис так он у него вся клиентура это его личная клиентура это его букву в бизнес мать это его лично ой мама куда-то нас тут выворачивает да ну ладно поедем влево да как ты не в той полосе оказаться вот и когда ты работаешь на кого-то на дядю то клиент это не твой клиента клиент системы и он не к тебе пришел как врачу потому что он тебя любит и знает а он пришел в систему а системы в этом кидает тому врачу или к этому поэтому я я не был для него пациентом и его благосостояние как бы финансово совершенно не зависело от меня и моего желания там следующий раз у него снова оказаться поэтому такая система вот он вам и испортил мнение кайзере навсегда ну в общем да в общем потому что я то очень довольна мы на самом деле в аризоне у нас была совершенно другая страховка в этом 8 8 это в текст тихо да и когда мы сюда приехали альтернатива той страховки здесь было только кайзер аналог там была я забыл как это аналог не альтернатива на ног такая другая не знаю да ну в общем то что идет клинтон когда вот эта медицинскую реформу он пытался сделать и не сделал 25 лет назад клинтон считал что кайзер это вот именно образец для подражания и что вот это вот то как должен быть как должно работать здравоохранение мне очень нравится но мы выбираем врачей сами то есть прежде чем записаться к врачу мы обязательно смотрим на фотографию мне почему-то нет честно мы выбираем по фоткам даже лукавить не буду и мы просто и дантиста мы также выбирали детям но это я доверила вообще мужу я говорит посмотри на по фоткам и выбери и он выбрал одну девушку женщину китаянку выберут мне лицо доброе пойдем к ней вот что такое русский человек вы что фотографию смотрит да да и мы смотрим чтобы был еврей а уже потом на фотографию очень шикарная тетенька оказалась она у меня старшая . она очень такая я переживала как же она пойдет к дантисту и она так все сделала она с ней разговаривала и я просто слушай там же у них игрушки в офис она не была детским доктором у нее не было игрушек особо никаких но и у нее это частный и мы так и в общем-то и до этого тоже мы педиатра всегда по фоткам выбирать или легко идут к врачу они совершенно да да ну один раз мы попались вот к тому дяденьке который нам не очень понравился с ним еще было несколько каких-то столкновений и с тех пор мы стали более так придирчиво относиться к тому куда мы ведем своих детей и все шикарно потому что он может поведешь и все и у ребенка возникает отторжение уже в следующий раз он не захочет когда там на него кто-то прикрикнет и потом это проблемой становится очень аккуратненько выбираем здесь дети друзья совершенно аномальные они не привыкли чтобы на них кричали или ругались и вообще как-то их вот опускали это настолько непонятно что они удивляют они очень расстраиваются некоторые расстраиваются а некоторые удивляют меня она очень sensitive такая чувствительная на балет ходит и у них балетмейстер филиппинка как ни странно потом жестко она 50 лет танцевала в балете и я уже лет 70 и она так кричит на детей и и держит вот такую линейку нет roller раскручивая рулетка и она и так по стенке еще тарабанит когда хорошо не по детям и вот как-то а ведь мы тоже выросли в таком да вы покрикивали и постукивали учительница настоящей линейки детей по рукам тарабанила подожди так нельзя я вижу место бабушка моя в гимназии который учился она говорит что вот так вот сидишь и надо руки за спину и сидеть прямо а если вот допустим расслабился тут те линейкой раз и по рукам у нас был учитель с математикой или по спине чтоб не сутулился она и по голове могла этой же линейки дать и за ухо кого-то помню за дверь выводила это в кургане нет это было в алмате но даже я не знаю нет все таки обычная школа в простой московской школе у нас обходилась без рукоприкладства это у нас было честно честно ему даже никуда нам даже в голову не пришло пожаловаться учитель же домой приходили рассказывали молодец не настоящий педагог они так сочувствуют я помню маме сказано она говорит вот дает как это вас такая учительница чокнутая друзья мы медленно переключаемся с темы медицины и здорового питания образование но тут мы уже приехали на работу совсем с чаем с хлебом икрой и маслом а это не ждет а это не ждет вот как вы как тонко все таки вот чувствуется носитель языка в комментариях